Впервые на губернаторских праймерис становятся известны имена всех пяти кандидатов для участия в выборах. На встрече Алексей Кобелев, обращаясь к единомышленникам, указывает на создание системы господдержки, инвестиционного развития региона и предоставление помощи предприятиям малого бизнеса. Есть очень много направлений, в которых я считаю себя специалистом и вижу развитие областной экономики в тех направлениях, о которых я докладывал на праймерис. Владимир Лакунин говорит о необходимости подготовки современных специалистов за счет улучшения материальной базы и внедрения информационных технологий. Александр Лазыченко основывает приоритетность развития малого и среднего бизнеса и создания достойной среды проживания. Есть ряд еще вопросов, на которые я считаю, что нашей власти надо обратить более пристальное внимание. Я готов это в своей программе разложить по полочкам и рассказать, как это с моей стороны, по моему мнению, как это можно сделать и нужно, как это сделать. Александр Михайловский говорит о поддержке сельхозпроизводителей и аграрного сектора. Выступление Василия Голубева укладывается всем губернаторских и инвестиций, инфраструктура, инновации, интеллект, индустриализация, институты и инициатива. И обещает, что если его выберут, то продолжит начатое. Я с удовольствием послушал предложения и, образно говоря, выдержки из программ наших кандидатов возможных. И во всем есть определенный смысл. Это не нужно оставлять без внимания. Нужно обязательно увидеть вот эти интересные вещи и просто подтащить будущему избранному губернатору. По регламенту каждый партийный избиратель голосует не более чем за трех кандидатов, участвующих в предвыборном отборе. Мы утвердили сегодня список выборщиков конкретно на этой площадке. Их 488 человек. 50 на 50. 50% это представители партии «Единая Россия», 50% это представители общественных организаций. Внутри партийные выборы партия власти проведет еще в трех городах – Волгодонске, Шахтах и в Ростове. Итоги праймерис подведут 2 июля и на тайном голосовании из трех кандидатур выберут лучшую. Он и пойдет на выборы высшего должностного лица Ростовской области. Сергей Мирошниченко, Екатерина Лободина, Станислав Фоменко. На Дону.